Ида Спектр На днях ей исполнилось 85 лет. Ида Иосифовна на себе испытала все ужасы гетто и концлагерей. Она попала туда в 8-летнем возрасте. На ее долю выпало 5 месяцев в гетто, а затем 3 долгих года в концлагере в городе Тульчин, Виненской области. Об этом лагере смерти люди знают очень мало. О нем не снимали кино, не писали книг. И есть только живые свидетельства тех, кто чудом остался в живых. Ида Иосифовна помнит события тех давних лет, как сейчас. У нас вдруг по радио говорят, война выступали. Вы знаете, мы сразу, по-моему, повзрослели. 5 месяцев мы были в гетто. А в декабре месяце нас отправили в концлагерь Тульчин, Виненская область. Это первооткрыватели этого концлагеря смерти. Так и назывался концлагерь смерти. Там не кормили, не поили, ничего не делали. Просто люди умирали голодной смертью. Нас поместили, так как мы первыми, в центральный корпус. Все валялись на полу. И мужчины, и женщины. Вот так, прямо вот. Без соломинок, без всего. Все валялись на полу. И дети. Ой, это был какой-то ужас. У меня один мужчина, все перед глазами. У него были отморожены ноги. Они были вот такие черные в фаланге. Так он вот так их откручивал и отбрасывал. Вот он у меня перед глазами, вот всю мою жизнь. Это был такой. Ну, потом он, видимо, умер. Я уже не помню всего. Маленький мальчик тоже в этой комнате был с отцом. У него круп, теперь-то я понимаю, был. И погиб. Отец так кричал, почему только он попал с ребенком. Ну, я не могу на этот вопрос ответить. Вот. Это был уже 41-й год. Конец. Начало 42-го уже. Я была в этом лагере. Меня там съедено было все. Вся трава, все. Погибало по 70 человек и больше в день. И вывозили эти трупы. Они зимой особенно гремели. Они, как трупы, они раздевали их до гола. Зубы золотые вытаскивали коронки. И вот везли. Летом-то они не гремели, а зимой эти трупы, полные сани трупов. Это было страшно. Некоторые люди умирали тихо от голода. А некоторые так кричали, все пухли. Что-то страшное. У нас река Бок протекала. И вот с этой стороны были румыны, а с этой были немцы. Они приходили и развлекались. Идут и чик-чик и стреляли. Кому ему понравилось. Лежал малыш. Тоже все время это. Лежал малыш. Он спал на улице. Он подошел, выстрелил ему в окошечко. Такой лапонькой. Ему месяца 8, наверное, было. Выстрелил в ухо и все. Это все. Был у нас сметанский такой полицейский. Бывший лейтенант советской армии. Сдался в плен. Какая же это была, извините, сволочь за эти слова. Это что-то страшное. Он меня ни за что, ни за что ребенка избил до полусмерти. То есть я была вся синяя. Я была без сознания. Все его просили, оставьте ребенка, оставьте ребенка. А он был злобный. У него была палка. И вот здесь вырезано, как яблоко. И вот он у меня все колотил этой штукой. У меня даже вот здесь есть. Почему болит спина и все болит. Потому что я вся изуродана в детстве. В 43-м году Ида Иосифовна потеряла свою мать. Ее, как и сотни других невинных людей, расстреляли фашисты и бросили в ров. 43-й этот страшный год. У нас, значит, мы очень много народу. Было пять рвов по километру. Там уложили не одну тысячу, не одну, пять. Столько живых. Семь дней земля ходила ходуном. Потому что там они половина живем зарыли. В то ужасное время маленькая Ида подцепила тиф. Но несмотря на все трудности, голод, избиения, она смогла победить болезнь, которая унесла жизни сотни людей. И в зиму я лежала. Я подхватила тиф, цеп, ну и типа все. И на этом полу я всю зиму лежала. Ой! И, ну, скрючившись. И я не могла ходить. Я ползала на четвереньках. У меня ноги вот так вот были. И я встать на ноги, это видно, да? Я не могла. И я ползала на четвереньках. Представляете? Потом потихоньку, потихоньку я начала выравниваться. Вообще, нелеченый тиф. Вот насколько суждено, Бог меня берег, ангел хранит. Что нелеченый тиф, и я выжила. Ей суждено было выжить в этом лагере смерти. 14 марта 44-го года, день освобождения из концлагеря, Ида Спектр вспоминает с трепетом. Этот день запомнился ей на всю жизнь. День, когда ее мучениям пришел конец. Сосвободили 14 марта 44-го года. Ворвались наши, но я, никто не выходил, потому что лагерь готовился к расстрелу. Уже стояли на доме пулеметы, и все спрятались кто куда мог. И вдруг врывается армия. Но никто не вышел. Они же ушли в петлицах, а вернулись-то в погонах, и решили, что это провокация. Тогда они нашли еврейского солдата, и он на еврейском языке стал кричать, что это советская армия, это не провокация, и люди стали выползать.